На крестьянских восстаниях он сгорал в пожарах, но вновь возрождался на прежнем месте. Он расположен в самом центре Чуваша и привлекательен как для жителей республики, так и для туристов-паломников. Этот город Цивильск. В этом году старинному Чувашскому городу исполнилось 430 лет. Цивильск как крепость был основан в 1589 году. Здесь жили стрельцы, пушкари, бояре, представители церкви. Постепенно свое военное значение город утратил и стал торгово-промышленным центром. Появились каменные здания, монастырь. Многие из них сохранились до наших дней. Цивиляне трепетно относятся к своей истории и берегут культурное наследие. Памятники архитектуры вполне уживаются с новыми микрорайонами города. Цивильск становится все благоустроеннее. Город динамично растет и в плане прироста населения это ощущается. Растет город и в территориальном значении. То есть у нас, если можно так сказать, выросли новые микрорайоны Южный-1, Южный-2. Цель – освоить новый микрорайон Северный. Безусловно, большой вклад в развитие города вносят сами цивиляне. На главной сцене вручили награды тем, кто доказывает свою любовь к родным местам конкретными делами. Звание почетный гражданин города Цивильска присвоили Олегу Васильеву. Сам по себе город, если посмотришь, это замечательное место. Скоро столица, наверное, перейдет к нам. Потому что практически строится у нас очень сильно. Это место, которое вкладывает нас в энергию, вдохновляет. Именно за вдохновением сюда приезжают и многочисленные туристы. У нас народ гостеприимный, дружелюбный, поэтому к нам с огромным удовольствием приезжают. История у нас богата. И, как мы любим говорить, Цивильск – это все-таки сердце нашей чуваши. Хочется пожелать своему любимому городу всего самого хорошего. Пусть он растет, процветает и радует своими достижениями и успехами. В эти дни в Цивильске побывало очень много гостей. День города совпал с ежегодной Тихвинской ярмаркой. Ярмарка – это вообще очень такое историческое событие. И раньше я разговаривала с очень пожилыми людьми, которые говорили, что ярмарка – раньше это… Я говорю, что у вас было очень… Ну, вы ждали от ярмарки. И они сказали, вот выпить морс, бабушке так говорили, купить какие-то там свистульки. Так же, как и сейчас, и промыслы есть разные. Все это, ну, все равно передается. Праздник продлился до самого позднего вечера. На главной сцене, наряду с местными коллективами, выступили и российские. Субтитры создавал DimaTorzok